Ну, хорошо, что такое апологетика вообще? Ну, я думал, вы слышали само слово «апология», «апологет» чего-то. Мы употребляем даже в нашей такой обыденной речи такие слова. Вообще слово «апологетика» можно перевести как наука о защите чего-то. Защите. Потому что по-гречески слово «апология» значит буквально «защита», «оправдание». Ну, в принципе, слово имело такое судебное происхождение. И во время суда, когда кто-то выступал в защиту каких-то взглядов или какого-то человека, которого обвиняют, это выступление в защиту называлось именно «апологией». Ну, и в истории философии самая известная такая апология — это апология Сократа, да, был такой известный греческий философ, который пытался пробудить у афинян, у греков желание к мудрости. Он часто сравнивал себя с оводом, который жалит уснувшую лошадь. Он говорит, вы, афиняне, как лошадь, благородная, сильная, красивая, но уснувшая. А я, как вот этот овод, постоянно жалю, жужжу вокруг вас, не даем спать, пробуждаю вас, и из-за этого вы на меня злитесь. Ну, и в конце концов, Сократа обвинили в разных преступлениях, обвинили несправедливо, и он выступал в свою защиту. Эти речи в защиту, которые он говорил, сохранились благодаря его ученику, философу Платону. И вот они являются одним из таких самых древних примеров того, когда один человек выступает публично в свою защиту, оправдывает себя или защищает себя. Если мы уже говорим применение этого слова к христианству, то слово «апологетика» употребляется в христианстве и в богословии в двух главных значениях — в общем смысле и в узком, или в специальном смысле. Что такое «апологетика» в общем смысле? Это любая защита христианства от обвинений и критики со стороны его противников. «Любая защита христианства от обвинений и критики со стороны его противников». Скажите, пожалуйста, встречались ли вы с обвинениями или критикой в адрес христианства? Давайте мы тогда чуть больше об этом поговорим, чтобы я лучше знал, какие вопросы, потому что мы можем говорить на много разных тем, и времени у нас точно для всего не хватит, какие вопросы именно актуальны для вас. За что критикуют христианство? Почему Бог опускает смертеселье? Или такие вещи? Да, это у нас самая большая тема. В богословском языке это называется вопрос «Теодицеи» — оправдание Бога. И мы завтра точно отдадим минимум несколько часов для рассмотрения этого вопроса. Почему так много аж несколько часов? Потому что одного простого ответа на этот вопрос нет. И в истории христианства, в истории христианского богословия выработано несколько подходов к ответу на этот вопрос. Мы очень подробно об этом поговорим. Но главное, я уже сейчас могу сказать, что когда мы говорим о проблеме зла и страдания в мире, то она имеет два главных таких измерения уровня. Интеллектуальный — то, что можно объяснить, ответить интеллектуально, и эмоциональный, или, если говорить чуть более сложно, экзистенциональный, то есть тот, который относится к существованию человека. И очень часто люди не потому обвиняют Бога в несправедливости, что они действительно интеллектуально в этом убеждены, а потому что у них есть какая-то внутренняя обида, неудовлетворенность своей жизнью и многие другие моменты. Поэтому человеку можно дать интеллектуальный ответ, и он есть в христианском богословии, даже не один. Но это не значит, что он примет этот ответ и согласится, и у него пройдет его отношение к Богу изменится. Очень часто для этого нужно влияние на сердце человека, на его жизнь, и нужно попытаться вообще как бы преобразовать, помочь преобразоваться жизнь этого человека. Вот очень интересный пример, который мы видим в Писании, может быть, я в воскресенье чуть больше о нем поговорю, это когда Анания, персонаж из книги «Деяния апостолов», приходит в дом, в котором сидит слепой Саввул. Саввул встревожен, он не знает, что ему дальше делать, он ослеп, он в таком страхе, в разочаровании, в ужасе, он потерял все, что у него раньше было, он понимает, что назад дороги в иудаизм нет, и он не знает, каково его будущее, и что делает Анания, когда приходит в этот дом к Саввулу? Что он делает? Кто помнит из Писания? Он возлагает руки на голову Савву, говорит ему «брат», Саввул, то есть что это такое? Прикосновение, любви, братское отношение, и это помогает Савву преодолеть тот страх, который у него есть, Бог к нему прикасается, он получает исцеление и становится христианским апостолом. То есть когда мы говорим на эти вопросы, почему Бог допускает землетрясения и страдания, почему дети умирают, почему насилие есть, вот я сразу хочу сказать, что не всех людей удалит чисто интеллектуальный ответ, многим нужно вот такое именно прикосновение любви, вот такое любящее отношение, которое помогает людям пережить их страдания и трудности. И мы об этом поговорим много, в частности, с такими очень интересными примерами. В чем еще обвиняют христианство? Да, ну, это... Да, хороший вопрос тоже. Но я вижу, что нам будет о чем поговорить с вами. Так, какие еще есть обвинения? Хорошо, мы обратим тогда на это тоже внимание. Почему христианство — это только один? Да, почему только христианство? Ну да, но это уже тема, которая... Да, вот это я хотел сказать. Это уже не столько вопрос апологетики, сколько чисто богословие, уже внутрихристианская полемика там с единственниками или там с другими направлениями, которые есть, особенно в Америке, унитарии, например, да, вот такие движения, которые спаривают троичность Бога. Хорошо, ну, я вижу, что весь цикл вот таких вопросов, которые, в принципе, уже там 2000 лет возникают, он и в Анкоридже тот же набор, ничего как бы особенного, ничего нового. Может, еще какие-то есть моменты? Из вашего общения, с чем вы сталкивались? Ну, это очень интересный вопрос. Я просто уже так для затравки скажу, чтобы вам потом было интереснее на эту тему прийти. Ну, вот у нас есть дети, правда? Большинство из нас есть дети. И мы не можем гарантировать, что они пойдут тем путем, который мы для них избрали или предуготовили. Они уедут в другие города. Буквально недавно я жил в одной семье здесь, в Америке. И их старшая дочь уехала учиться в ЮДАП, ну, в университет Вашингтона. И буквально она хорошая христианка была, выросла в церкви, в хорошей церкви. И в течение года она совершенно отошла от Бога и заняла чисто атеистическую позицию. Мирской образ жизни, атеистическая позиция. И вот сегодня мы могли бы так поставить вопрос, вот бегают дети, да, зная, что их жизнь неизвестна, как сложится. Но мы не можем это гарантировать. Согласились ли мы отказаться от того, чтобы у нас были дети, только потому, что, возможно, когда-то у них будет какой-то неправильный путь в жизни. Или мы вступаем в брак. Ещё один пример. Но опять же, мы не можем гарантировать на 100% что у нас сохранятся хорошие отношения, что нас не предадут, нам не изменят. Ну, никто в мире не может этого гарантировать на 100%. Мы верим, как бы, мы доверяем человеку, но разве из-за этого мы не уступаем в брак? Да? То есть о чём я говорю? О том, что творение Бога мира основано на принципе свободы. Главный ответ на все эти вопросы состоит в том, что Бог создаёт свои творения свободными. А свобода предполагает возможность выбора. А выбор может быть как в хорошую сторону, так и в плохую сторону. И Бог настолько ценит тем, чтобы наши отношения с Ним были добровольными, основанными на личном выборе, что Он оставляет нам эту свободу, зная о том, даже предузная о том, что эта свобода вылится вот в такие страшные последствия. Но тем не менее, Бог даже все эти страшные последствия в конце концов направляет к единой славной цели. Это только так, для затравки я отвечаю, чтобы вам интересно было завтра прийти. Но это очень хорошие вопросы, и хорошо, что вы о них думаете. Хорошо. Итак, вот в общем смысле апологетика — это попытка ответить на любые возражения против христианства. Вот вы не сказали еще одно, или даже несколько таких возражений очень часто не встречаются. Во-первых, это обвинение христиан в лицемерии. Вот вы говорите, а сами того не делаете. Вот я встречал христианина, который называл себя христианином, он там бил жену, например, или изменял, или пьянствовал тихоря, или что-то другое. Вот вы все такие. Это тоже часто встречается очень. Или, например, ну, что вы там рассказываете о Боге любви, сколько было насилия в Библии, особенно в Ветхом Завете, сколько крови христиане пролили на Востоке во время крестовых походов. Вот если вы с мусульманами начнете разговор, первый вопрос, это я могу вам гарантировать, первое обвинение, если это более-менее образованный мусульманин, более-менее образованный, сразу поднимет вопрос крестовых походов и скажет, что вы рассказываете мне о том, что вы верите в Бога любви, если вы столько насилия совершили на Востоке по отношению к нашим народам. Это очень часто такой момент звучит. Ну и еще одна тема, на которую я точно обращу внимание, завтра, насколько там позволит нам время, это тема так называемого нового атеизма, нью-этеизма. Я не знаю, говорят ли вам что-то такие имена, как, например, Ричард Докинс, да, Кристофер Хитчинс, например, Сэм Харрис, Деннис Деннет, Виктор Стинджер. Это очень-очень-очень известные американские, британские ученые и писатели, которые после терактов, которые были в Америке в 2001 году, они разогнали такую волну так называемого нового атеизма, когда религию, в частности христианство, обвиняют во всех бедах. То есть религия — это источник насилия в семье, в государстве, это источник терроризма, она учит людей быть некритическими, она является источником межрелигиозных и межнациональных конфликтов, и очень такая жесткая критика, высмеивание христианства, которое привлекло к новому атеизму очень большую аудиторию. Буквально, я говорю, это особенно относится к североамериканскому континенту. Я знаю немало евангельских христиан, детей пасторов нескольких, в Сиэтле, например, в других городах Вашингтона, которые сегодня возглавляют клубы атеистов. Клубы атеистов, то есть целые их структуры, которые работают со славянской молодежью. И мы попытаемся даже на следующие выходные в Сиэтле организовать такой диспут у меня с одним из таких самых ярых славян-атеистов. Посмотрим, что из этого получится. Потому что есть очень интересная традиция диспута, их на Ютубе очень много, там Джон Ленокс такой известный, британский апологет, который красиво ведет эти апологи, или там Лейн Крейг, американский известный апологет и другие. Ну что-то на таком уровне мы пытаемся организовать. Но это очень острая проблема сегодня. И мы о ней тоже поговорим. То есть в целом, каждый из нас в нашем личном опыте сталкивается с критикой и с обвинениями в адрес христианства. И мы, как христиане, говорит нам апостол Петр, мы еще рассмотрим это место, должны быть готовыми дать отчет о нашем уповании. Вот это слово отчет, буквально по-гречески, там стоит слово апология. То есть защитить наше упование, объяснить, почему мы на что-то надеемся в этой жизни и в жизни будущей. На чем основано наше упование. Очень часто критики христианства, особенно атеисты, я взял на себе труд перечитать почти все, что они написали. Вот новые атеисты по этой теме, благо все это на русском языке есть. Такая тема постоянно звучит, что христианство, религия, это слепая вера. Blind faith. Без доказательства. Ни на каких основаниях она не стоит. И мне очень нравится, как Джон Ленокс, такой очень хороший британский ученый, если вы все хорошо знаете английский язык, вы можете пойти на YouTube, посмотреть, там у него с десяток диспутов есть у Джона Ленокса с разными самыми такими яркими атеистами самого мощного калибра. И он всегда начинает свое выступление с одной истории. Он говорит, я родился в северной Ирландии, Northern Ireland, где конфликт известный идет между католиками и протестантами, между ирландцами и англичцами. Он говорит, я вырос в христианской семье, но не в сектантской семье. Мои родители были христиане, но они поощряли у меня желание мое к наукам, к образованию, к критическому мышлению. Я стал христианином осознанно, и он много лет является профессором математики в Оксфорде, математики и философии науки. Но в то же время он был учеником, уже тогда, это были последние годы этого великого человека, самого великого христианского апологета, 20 века, Клайва Льюиса. Да, если даже вы не читали его апологетических книг, вы смотрели или читали хроники Нарнии, например, Нарния Крониклс, и другие вещи, которые тоже, по сути, являются апологетическими, только написанные в форме повествований, и для широкого круга подростков, детей, молодежи. И он учился у Клайва Льюиса, этот Джон Ленокс, и он стал великим математиком, но в то же время великим апологетом христианства. И он всегда говорит, что моя вера не слепая. Она не слепая. Я знаю, почему я верю, я знаю, почему я являюсь христианином, я знаю, на чем основывается моя вера. И он смело вступает в бой с такими самыми яркими акулами, атеизма современного, как Докинс, как Хитченс, как Харрис, и очень умело показывает все вот эти слепые зоны, все вот эти слабые логические элементы, разбивает их очень серьезно, причем это с такой христианской любовью, со спокойствием, такой большой человек, вот, он так спокойно с ними разбирается, это очень интересно посмотреть. Но он всегда говорит, ему говорят, ваша вера слепая, он говорит, нет, моя вера не слепая, она основывается как минимум на двух источниках, на книге природы, да, на том, что мы наблюдаем в мире вокруг нас, и этот мир, и Писание нам об этом говорит, и наука современная об этом говорит, утверждает существование Бога, и на мире Писания, да, на книге Писания, которая свидетельствует мне о Боге, как о личном спасителе, как о воскресшем спасителе, вот, то есть он всегда настаивает, что наша вера должна быть осознанна. Это, я считаю, очень важный момент, который нам всем нужен, потому что мы живем, особенно вы здесь, в Америке, в мультикультурном, в мультирелигиозном мире, где в одном классе, на одном рабочем месте, да, в одном транспорте могут быть люди самых разных религий, взглядов, мировоззрений, и каждый день мы с этим соприкасаемся. И мы, как христиане, должны быть готовы объяснить нашу веру. Она, знаете, Клайв Льюис когда-то написал, вчера, кстати, было 120 лет со дня рождения Клайва Льюиса. Для всех христианских апологетов это как Рождество, что это действительно был великий-великий человек, и его книги настигнут радостью, где он рассказывает, как он стал христианином. Surprise by Joy по-английски надо называть. А? Клайв Льюис. Сиэс Льюис, да. Там блуждание каторжника, там много-много прекрасных, просто христианство, это мега-бестселлер, который, наверное, лучше, чем любая другая книга в 20 веке рассказал просто. Я лично приходил к Богу через эту книгу, которую мне в 88-м году в Славик Госпел През из Америки присылали, потому что я написал там одну христианскую радиопередачу, и еще в советские годы они им просылали эти христианские книги, в том числе и книгу Сиэс Льюиса «Просто христианство» в русском переводе. Поэтому, о чем я говорю, что это задача сегодня всех нас, быть способными, дать хотя бы общие ответы на самые главные вопросы, которые перед нами ставят время и ставят люди. это в таком широком смысле. Это в таком широком смысле. Но если говорить в более узком или специальном смысле, то апологетика – это особый раздел богословия, задача которого, задание которого – раскрытие и обоснование истин христианской веры. Раскрытие и обоснование истин христианской веры. Для кого? Для каждого вопрошающего. То есть не нужно думать, что все люди, которые нас спрашивают о землетрясениях, о противоречиях в Библии, что они обязательно имеют в виду какую-то злую цель, преследуют, что у них есть что-то плохое в виду. Часто люди просто так воспитаны, не все люди выросли в церкви. Иногда они пережили какую-то драму в своих отношениях с Богом и что-то их навсегда оттолкнуло, ну не навсегда, но какое-то долгое время оттолкнуло от христианства. И, может быть, за этими вопросами скрывается вот именно то, что мы называем вопрошание, нужда человека в Боге. А также этот раздел богословия занимается тем, что он опровергает разные ошибочные и религиозные, и мировоззренческие, и даже философские взгляды, если они противостоят христианству. Вот уже этим вторым пониманием апологетики в основном занимаются люди, которые специально для этого готовят себя, учат определенные предметы. И вот если говорить в этом направлении, то есть несколько таких главных разделов апологетики. Я очень кратко, потому что все-таки у нас не семинарский класс, а церковное такое событие, но все-таки кратко скажу. Вот этот специальный вектор богословской апологетики, он имеет несколько главных направлений. Первое — это вот именно богословская апологетика. Богословская апологетика. Чем она занимается? Она рассматривает, раскрывает, защищает главные истины христианской веры и христианской жизни. Она рассматривает и защищает главные истины христианской веры, и я сделаю на этом ударение, и христианской жизни. Потому что люди спрашивают нас не только, почему мы верим в три единого Бога, они спрашивают нас, почему у нас такие отношения в семье, например, почему мы не участвуем в пьянке, например, или почему мы не развлекаемся вместе с ними. Это относится уже к нашей христианской жизни. и мы должны ответить на эти вопросы тоже. Значит, какие вопросы относятся к богословской апологетике? Это вопросы, например, понимания Бога. Кем является Бог? Что, опять же, мы сегодня можем общаться с мусульманами или с иудеями, очень близкими к нам, и они говорят, что они верят в Бога, но мы можем поставить вопрос, является ли Бог Ислама, Бог, который верит в мусульмане, тем же Богом, который верят в христиане. Да, мы даже можем поставить вопрос, можно ли сказать, что современные, современные, не библейские, современные иудеи верят в того же Бога, в которого верим мы. Да, потому что они отвергают Троицу, они отвергают божественность Христа, воскресение Христа. То есть понимание Бога, воплощение Христа, Бог, который стал человеком, вопросы земной жизни Христа и его воскресения. На эту тему так много написано, что я даже не буду отдельно ее сильно касаться, но сегодня это уже не очень актуальная тема, но еще там пару десятков лет были очень часто такие обвинения, что Иисуса Христа вообще не было, что это просто миф, это выдумка, особенно там всякие немецкие, потом советские, атеистические ученые постоянно говорили, что это все придумано, что Евангелие написано намного позже, на самом деле Христос не существовал. Но на сегодняшний день историческая наука пришла к такому консенсусу относительно существования Христа, и никто из серьезных ученых сегодня не ставит под вопрос историческую личность Христа. Есть такой известный, тоже американский ученый, новозаветник, историк раннего христианства Барт Эрман. Не знаю, слышали вы это имя, Барт Эрман. Он начинал как такой консервативный христианин, но сегодня он по сути является агностиком. Кто такие агностики? Что это за люди такие? Близко, но не совсем. Агностики — это люди, которые занимают промежуточную позицию между верующими и атеистами. То есть они говорят, есть два вида агностика, но почему агностики? А — это частичка, как по-русски будет, отрицающая, отрицательная частица, а гностиц — это знание. То есть они говорят, мы не знаем, есть Бог или нет. Может быть, есть, может быть, нет. Мы не знаем. А другие агностики говорят, это вообще невозможно знать. Бог, если Он есть, Он где-то там, далеко. Это Дух, а мы здесь, на Земле. Как мы можем знать, есть Он или нет? То есть есть люди, которые занимают такую позицию агностика. Барт Эрман тоже стал сегодня агностиком. Но даже при том, что Он является агностиком, Он не сомневается в том, что Иисус Христос был исторической Личностью. Это сегодня как бы ни у кого не вызывает сомнений. Воскрес ли Он? И вот я хочу напомнить, что Клайв Льюис в своей книге «Просто христианство», «The Mare of Christianity», он говорит, что у нас нет оснований сомневаться в том, что Иисус Христос действительно воскрес. И он говорит, что Христос либо был самым таким плохим мошенником, который обманывал людей вокруг себя, либо Он действительно был тем, либо Он был сумасшедшим, он говорит, либо мошенником, либо Сыном Божьим. Третьего нет. Постоянно он рассматривает все три варианта, и чисто логически приходит к выводу, что Христос мог быть только Сыном Божьим, то есть тем, о ком Он как о себе говорил. Поэтому сегодня тоже, как христиане, мы можем говорить о очень веских доказательствах воскресения Христа. Также в богословской апологетике рассматриваются вопросы, которые вы поднимали сегодня, вопросы того, как согласовать веру в Бога, как всемогущего, всезнающего, всезнающего, любящего Бога, как согласовать эту веру с наличием зла, страданий, катастроф и катаклизмов в нашем мире. По сути, если говорить так откровенно, то это самая сложная апологетическая проблема, особенно после 20 века. Почему после 20 века? Потому что 20 век — это был век ужасающего насилия, в том числе и в первую очередь, быть может, над верующими людьми, над христианами в Советском Союзе, и особенно над евреями в ходе Голокоста, ну и как евреи это называют шоа-катастрофы. Есть очень известная книга, ну не одна, несколько книг на эту тему, написанные евреями, которые прошли через концлагеря, через Аушвиц, Освенцим, как мы называем ее по-английски, Аушвиц, и выжили, и оставили свои свидетельства. Эта тема всегда для меня была очень интересной, потому что в Освенциме, в Аушвице погибла моя родная бабушка, мать моей матери, которой было 28 лет. Она попала туда летом, в июле 43-го года, и в октябре 43-го года погибла в крематории. Но это обычный термин выживания человека в концлагере — три, максимум четыре месяца. Но часть людей все-таки смогла пройти эти ужасные страдания и выжить. И вот такой известный американский писатель, он умер в прошлом году, возможно, вы слышали это имя, он нобелевский лауреат, как Элиазар Визель, или Эли Визель, он известен более. Он был венгерским евреем, а Венгрия, если вы помните, в годы Второй мировой войны была на стороне Гитлера. И изначально венгерское правительство не разрешало уничтожать венгерских евреев. Но когда уже советские войска дошли к границе с Венгрией, Германия оккупировала Венгрию, и вот германская администрация начала уничтожать уже в 44-м году венгерских евреев. И вот приблизительно полмиллиона этих венгерских евреев были отправлены в концлагеря, в основном в Освенцы. Эли Визель написал книгу, которая называется «Ночь», «Найт» по-английски. Очень такая пронзительная, яркая книга, очень честная книга, в которой он рассказывает о том, как вот он такой юноша, который, по сути, живет в синагоге, там где-то в Трансильвании, в Венгрии, искренне верит в Бога, исполняет все заповеди, прошел все еврейские школы. Да, такой простодушный, верующий юноша, там ему 15 или 16 лет, попадает в Освенцы вместе с семьей, со всей общиной их, и видит все эти ужасные страдания, которые там происходят. Умирают там две его сестры, потом, когда мать его гибнет тоже в Освенциме, потом, когда уже остатки узников перегоняли в другой концлагерь, потому что к Освенциму уже подошли советские войска, во время этого страшного перехода умирает его отец, и он уже был безразличен ко всему этому, и он чудом выживает, и после этого он пишет эту книгу. Но вот в этой книге есть такой эпизод, почему я все это рассказываю, и вы поймете сейчас. Он говорит, что одна группа узников, подростков, решила совершить в Освенциме восстание, ну это, конечно, безнадежная затея была, но им удалось как-то там собрать немножко оружия, и они надеялись поднять восстание. Но очень быстро гестапо все это рассекретило, и их вычислили, и решили сделать такую публичную казнь, для того, чтобы другие узники не имели больше таких намерений. Собрали там несколько бараков, там пару тысяч этих узников, по центре плаца построили эшафот, и через повешение решили казнить этих подростков. И двое из них умерли мгновенно, а один, потому что он был очень легкого веса из-за постоянного голода, его веса не хватало для того, чтобы петля затянулась у него на горле, и он мгновенно погиб. И он там 15 или 20 минут в жутких муках задыхается, умирает, ну а тем временем все вот эти узники должны ходить по периметру и смотреть на то, что происходит, чтобы у них тоже не было желания больше восстать. И Элли Визель говорит, как он слышит, как его за спиной там пару евреев ведут беседу. И один спрашивает другого, почему это происходит? Ну где же Бог? Да, как Ио, который говорит, мы будем говорить об этом месте, очень интересно, в 9 главе, когда он рассказывает Богу о своих страданиях, говорит, Боже, ты это допускаешь, а если не ты, то кто? Нет другого Бога. И эти евреи говорят, где же Бог? И во время этой беседы один из них отвечает, ну как же, где Бог? Вот он, на Эшафоте, мы только что позволили его повесить. Что имеется в виду? Что умерла наша вера в Бога, мы больше не можем верить в того Бога, в который мы верили. То, что мы пережили, мы больше не можем позволить себе сохранить такую простую, наивную веру, то, что есть всемогущий, любящий Бог, который на всех заботится, который наказывает зло, который хранит праведника. И Элли Визель выжил в этой страшной тюрьме, в этом концлагере, но до конца жизни он остался в конфликте с Богом. Он не был атеистом, он никогда не отвергал существование Бога. Он всегда говорил, да, я думаю, что Бог есть, но я не могу простить ему то, что он сделал с моим народом. Есть его известная речь, когда он получал Нобелевскую премию, и уже потом, будучи совсем старым, он все равно не согласился с тем, чтобы как-то принять какое-то объяснение того, что он пережил в Освенциме. И это серьезная проблема. И Элли Визель в этом не одинок. Я могу рассказать вам об еще одном очень известном примере, уже чуть забегая наперед. Речь идет о другом известном еврейском узнике, которого звали Примо Леви. Примо Леви. Это итальянский еврей. Есть его книга, очень известная, «Человек ли это?». Она вышла украинским языком, «Чице Людына». Педназвую «Чице Людына». «Человек ли это?». Это книга, которую изучали в школах много лет, даже она входила в обязательную программу. Это был итальянский еврей. Италия тоже, если вы помните, она была на стороне Гитлера изначально, Вторую мировую войну, и Муссолини не преследовал евреев. Нужно отдать ему должное. Но когда уже Муссолини свергли, и Италия, по сути, была близкой к тому, чтобы перейти на сторону Америки и Англии, опять же, Гитлер вел в Италию свои войска, и итальянских евреев стали массово отправлять в концлагеря. И он попадает тоже в Освенцим, и это было в начале 44-го года, и ему удалось выжить. Причем, знаете, есть такой интересный факт, он говорит, что из тех людей, которые попали в Освенцим, выживали в основном самые отъявленные негодяи. Самые страшные люди выживали, потому что нормальный человек, который не мог идти по других, который не мог вырвать кусочек жизни у других, ложку супа, кусочек хлеба, чуть более лучшее место для того, чтобы спать, и чуть более легкую работу, которая бы не так изматывала, такие люди, у них не было шанса выжить. Выживали часто капо, то есть руководители бараков, преступники, которые лучше питались, ну и другие разные негодяи. Почему он выжил? Потому что он был химиком по образованию, и в Освенциме создали химическую лабораторию, ему удалось пройти какие-то там испытания, его взяли на работу в эту лабораторию, там кормили так же плохо, как везде, но работа была намного легче. И там было тепло, не нужно было зимой работать на страшном морозе, и поэтому он выжил. Но он написал эту книгу и много других, и сказал в этой книге такую фразу, если есть Освенцим, Аушвиц, значит, Бога нет. Если есть Освенцим, значит, Бога нет. Невозможно, чтобы был Бог, когда на земле существует такой страшный ад. Ну и вот последний пример, чтобы вас немножко заинтересовать, эта тема еще больше. Я не знаю, смотрел ли кто-либо из вас такой фильм, который я всегда рекомендую своим студентам. По-английски он называется God on trial, по-русски он называется суд над Богом. По сути, этот фильм это фильм о смысле зла и страдания. И в нем рассматриваются все возможные объяснения, которые современные евреи дают на вопрос, почему Бог позволил такое страшное событие в их истории. Да, если вы помните, я напомню, если нет, группа евреев, Освенцим, это реальная история, решила судить Бога за то, что он отступил от условий завета и позволил Гитлеру их уничтожать. Собрали судей, прокуроров, адвоката раввина хорошего нашли, который почти ничего не говорил, только молился, свидетелей. И вот они начинают рассматривать разные версии того, что происходит. Одна версия гласит, Бог нас наказал. Наказал, потому что мы отступили от него. И многие раввины еврейские сегодня так говорят, что это Бог нас наказал, потому что мы не хотели возвращаться в Израиль, потому что мы прилепились к этой культуре христианской и оставили веру наших отцов. Бог нас наказал. Вот раввин так считает, другие. Другие говорят, Бог нас не наказал, Он нам сочувствует, но Он нам не может помочь. То есть Он любящий, Он всезнающий, но Он не всемогущий. Но нет, у Него силы сражаться с Гитлером. Третьи говорят, нет, Он всесильный, но Он не любящий, Он злой. И они напоминают этот эпизод из Ветхого Завета, когда израильтяне захватили Эдом, Эдумею, и казнили там, часть оставить живых, часть казнить страшных муках. И они говорят, а что, Гитлер с нами сегодня того же самого не делает? Ну да, в концлагере есть этот такой процесс селекции, отбора, когда узников заставляют пробежать перед врачом, и Он решает оставлять их живыми или отправлять на смерть. Говорят, та же самая селекция, только тогда Бог был на нашей стороне, а теперь Он перешел на сторону Гитлера. Все варианты разобрали, а тут приходит гестапо и отправляет часть из них умирать. И что они делают? Что теперь делать? Молиться. Потому что все это тайно, и мы не знаем окончательного ответа. Но мы идем к смерти, и лучше всего молиться. И они покрывают голову руками, потому что шапочек нет, и с молитвой уходят на смерть. Все варианты зла и страдания в этом фильме рассмотрены. И мы можем говорить об этом, и мы будем говорить еще о том, как мы можем смотреть на все это с христианской точки зрения. Это, наверное, если говорить во всей апологетике, это самая такая сложная проблема, на которую трудно дать однозначный простой ответ, который бы удовлетворил каждого человека. И поэтому в христианстве, и мы очень подробно эти вопросы рассмотрим, если позволит время, есть много разных попыток объяснить наличие зла и страдания и совместить эту реальность зла и страдания с верой в то, что Бог является любящим, Отцом, всемогущим и всезнающим. К богословской апологетике также относятся вопросы духовно-нравственной сферы. То есть понимание основ нашей духовной жизни, понимание нашей молитвы, например. Мусульмане тоже молятся пять раз в день. Я буквально, наверное, меньше месяца тому назад был 12 дней в Турции, в Стамбуле, и прямо напротив нашей гостиницы, буквально там 250 метров, была мечеть с миноретом, и буквально по часах, а там все точно подсчитывается в соответствии с тем, какой день года, на каждый день года пять раз молитва точно по минутах рассчитана, даже специальные приложения для айфона есть, если нужно, чтобы вам направление на Мекку, киблу он определил, и в гостинице в каждом номере указывается направление молитвы на Мекку, и этот апп вам подскажет время каждый день пять раз, когда молится. И Муэдзин там с минорета, на полный голос, ни на что не обращая внимания, взывает, призывает к молитве, вот, и зовет нас молиться, да. То есть, почему мусульмане молятся так, и чем христианская молитва отличается от мусульманской. Может быть, они молятся более серьезно, чем мы. Хотел вам включить сейчас, если вам вера позволяет. Это призыв к молитве. Пять раз в день. Это прямо у Хаги Асуфии, у этого древнего христианского храма. А, вот еще, это в нашей гостинице. Там с улицы. Кричит, да, призывает нас молиться. И я говорю, можем поставить вопрос, как мы должны, как христиане, на это ответить. Мусульмане могут сказать, я молюсь пять раз в день, омываю руки перед этим, не обращаю внимания на других людей. Почему моя молитва хуже вашей? Почему вы думаете, что Бог меня не слышит? Это тоже вопрос апологетики, богословской апологетики. Хорошо. Например, к той же теме вопрос поста. Мусульмане молятся один месяц в году, месяц Рамадан, от восхода солнца до заката солнца. Причем это тоже очень непросто, особенно в пустыне, без воды, без еды, там 13-14 часов, целый месяц каждый день проводить. Почему наш пост лучше их поста? Мы должны ответить на эти вопросы. Вторая сфера апологетики, это так называемая исторически-философская апологетика. Вопросы истории и философии. Что имеется в виду? Во-первых, вопросы истории. Это тема происхождения религии. Вы знаете, раньше, например, в советское время, в Советском Союзе, мы постоянно слышали, читали из книг о том, что человек стал религиозным в процессе эволюции. Что изначально он не верил ни в каких богов, или в бога, но потом, когда он увидел там молнию, звезды, смерть, чтобы как-то все это объяснить, он придумывает себе бога или богов, и боги, по сути, являются вот такой, как бы попыткой защитить человека от страха смерти, страха перед врагами, перед неизвестностью. И сегодня ученые, которые исследуют историю религии, они отказываются от этой идеи. И они говорят, что столько, сколько существует человек. Да, мы можем там по-разному смотреть на историю человечества. Он всегда был религиозным существом. Да, и даже сегодня, вот даже у нас во Львове в историческом музее есть древние погребения умершей молодой семьи, молодой пары, которую раскопали и привезли назад в музей. И очень интересно посмотреть, когда вот эти умершие, они лежат в такой позе сна. Да, то есть, когда эти люди умерли, их положили в позе сна. Почему? Потому что те, кто их хоронил, понимал, что это не конец, это просто временное состояние. Они не погибают навсегда, они засынают, да, для того, чтобы проснуться в новой жизни, в другой жизни. Было это ожидание. Или, например, очень часто мертвых погребали в позе эмбриона, да, как вот эмбриона в лоне матери. Как бы идея такая, что он уходит в землю, могилу, как в лоне матери, чтобы опять родиться, уже к другой жизни. И этому очень много свидетельств, очень много свидетельств, что человек всегда был существом религиозным. И даже сегодня, когда ученые, там, этнографы, антропологи исследуют разные нецивилизированные народы, ну, например, в джунглях, там, Амазонки, в экваториальной Африке, или вот как вот это племя в Индии, куда этот миссионер поехал, да, из Вашингтона. Вы слышали эту историю, да, трагическую, которая произошла буквально в две недели, три недели тому назад, когда в Индии, на одном из островов Индийского океана, живет племя, которое ни в каких отношениях с цивилизацией не состоит. Каждый раз, когда пытаются какие-то там люди туда добраться, они просто всех убивают, стреляют из луков, ну, ученые решили так их и оставить. И миссионер из Вашингтона решил поехать туда проповедовать Евангелие, ну, и, конечно, его убили эти люди, быстро очень. Вот, но, когда ученые исследуют такие народы, как вот этот народ, они сначала думают, что это примитивные народы. Ну, нагишом бегают, с копьями, с луками, дикари какие-то, правда? Мы тоже бы так подумали. Хотя это, конечно, вопрос, знаете, кто из нас более развит, это очень относительный вопрос. Мы развиты, чтобы выживать здесь, в городе. И этот человек с копьем и луком здесь погибнет. Но давайте нас забросим нагишом в джунгли Амазонки или в экваторальную Африку и посмотрим, мы выживем или этот дикар выживет. Так что вопрос цивилизации относительный в этом аспекте. Но тем не менее, сначала кажется, что это дикари. А потом, когда ученые начинают изучать их язык, они с удивлением открывают для себя, что эти люди имеют очень развитые религиозные взгляды, очень сложные религиозные системы. К чему я веду? К тому, что человек на всех ступенях своего развития верит в потусторонний мир, верит в то, что есть другая жизнь, верит в то, что есть какое-то высшее существо, которое его превосходит. Поэтому то, что говорили атеисты, что вот человек был сначала неверующим, а потом он придумал себе богов, сегодня современная наука это, конечно, отрицает. Также историческая апологетика рассматривает вопросы возникновения христианства и истории христианства. Уже философские вопросы мы не будем рассматривать, это для нас сегодня не так важно. И третье, очень важное направление апологетики, когда мы должны завершить сегодня? да, нет, ну давайте договоримся. А если сейчас скажу? Рано еще. Хорошо, третье направление апологетики это естественно научная апологетика. Естественно научная апологетика. Сегодня в мире происходит конфликт между двумя большими подходами к объяснению мира. Их только два. Глобальных больших подхода к объяснению мира. Один подход говорит так, всегда существовала какая-то форма материи, из которой образовался наш сегодняшний мир. Да, такой натурализм атеистический. Другая оппозиция говорит за этим миром, за его разумностью, за физическими законами, за его целесообразностью, за его я закидываю этот термин, потом его рассмотрим, за его тонкой настройкой. Есть такое понятие fine-tuned universe. Тонко настроенная вселенная. стоит разумный творец, рациональный творец, который все это задумал, спланировал и осуществил. Скажу вам, друзья мои, что те научные открытия, которые произошли в 20 веке, они во многом послужили аргументами в пользу христианства. мы не должны думать, что обязательно вот эти идеи о том, что вселенная возникла в результате большого взрыва, они обязательно противоречат христианству. Смотрите, до начала 20 века, почти сто лет тому назад, вся наука говорила, вселенная существует вечно, у вселенной не было начала, материя существует вечно. Где-то место для Бога, где-то место для Творца нет места. Но в 1928-29 годах американский астроном Элвин Хаббл открыл что? Какое открытие он сделал? Напомните мне. И что он там увидел? что вселенная расширяется. А что это значит? И все сразу поняли, что это значит? Это значит, что раньше она была маленькой. И сегодня наука, наука, современная наука, физика, астрофизика, говорит о том, что вселенная возникла в результате большого взрыва частицы энергии размером с атом. Атом. В котором была такая мощь энергии, в результате которой сначала взрывалась эта энергия, в ходе взрыва энергии образовались первые элементы протоны, электроны, электроны, из них возникли первые атомы водорода, углерода, ну и потом постепенно создалась вся вселенная. Так это или не так мы еще не знаем. Но о чем это нам говорит? Для нас это позволяет говорить и ставить вопрос активистов. А что было до этого? Что было до этого? Почему эта точка вообще взорвалась? Откуда она взорвалась? Почему если даже так произошло все, все так развивалось, что возник наш мир, в этом мире возникла жизнь, в жизни возникло сознание и разум, и мы вот сегодня с вами такие умные из этого взрыва в точке какой-то сегодня ведем эту беседу. Пришли к такому состоянию. И мы как христиане можем говорить, что до этого процесса существовал Бог, который именно так запланировал воскресение вселенной. Атеисты всегда спрашивают, а кто создал Бога? Это неправильный вопрос. Почему? Потому что God is uncreated. Мы не верим, что Бог кем-то создан. Это вы думаете, что материя должна иметь какое-то начало. А мы верим безначального Бога. Для нас это совсем не проблема. Никто Бога не должен создавать. Мы верим, что Он вечен, что Он безначальный. Поэтому это открытие что Вселенная имела начало, оно очень сильно укрепило христианскую позицию о том, что действительно Вселенная имела начало, и это начало Вселенной положил Бог. Именно естественно научная планхетика ведет дискуссию с таким натуралистическим, атеистическим взглядом, который говорит, что вдруг из ничего. В сути, современные физики говорят, что Вселенная возникла из ничего. Потому что это не что, это поток энергии. Из этой микрочастицы какой-то. И мне кажется, что более рационально верить, и многие ученые с этим соглашаются, что скорее есть основания верить в то, что это произошло в результате самого разумного Творца, чем в результате просьба невероятного совпадения событий. Современные атеисты, я уже забегаю не очень напоред, они говорят, ну, если, давайте я вам расскажу еще например, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Наши современные атеисты понимают, что самовозникновение Вселенной, вот такой Вселенной, как мы ее знаем, и возникновение в ней жизни и сознания, ну, случайно почти что-нибудь возможно. Раньше атеисты использовали такой пример, они называли его обезьянной теорией, monkey theory. То есть, если взять много обезьян, посадить их за печатные машинки, то за какое-то время они напечатаются на чешпинах. Дайте им триллион лет успечатка, и триллион обезьян. То есть, чему они видят? потому что, да, быстро все не происходит, но у Вселенной было многим миллиардом рублей, и за это время она постепенно, 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 стало той, которой мы знаем, возникла жизнь, и все другое. И вот британский ученый в 80-е годы взял 60 ям, посетил их в клетку и дал им компьютер. Они в течение 6 дней печатали на этот компьютер. Ну, как понимаете, прыгали, что-то повторяли движение людей, и в целом совместными усилиями напечатали 50 страниц текста. Но из всего этого текста не было ни одного слова, причем не говорю слова, как Челословакия или Нембезлавия. Да, есть такая шумка известная. Одна жена американка, христианская, попала в Царство Божие, ее муж не мог попасть только, если бы он выполнил одно ее задание. Она ему сказала, успел Челословакия. Для американцев это очень сложно. Так он не попал в Африк. Они, эти обезьяны, не написали даже такого слова, как I или артикель R с двух сторон подъявленный вайспейс, пробелы. Понимаете, ни одного слова нет. И этот ученый исследовал этот феномен, как статист, это еврейский ученый, еврейский ученый спирок, это 10 в 690 степени. А во всей Вселенной всех частиц электронов, протонов, электронов 10 в 80 степени. Т.е. Нам нужно миллиарды Вселенных по электронам разобрать, чтобы этих обезьян бы имели шансы написать всего лишь 100 честных. Это не хромосома человека. Хромосома человека это 4,5 миллиарда страниц текста. 4,5 миллиарда страниц текста. Наши хромосомы, наш ген, генок. Там только зашифрована информация о нас. Т.е. он показывает ученым, что это совершенно невероятно. Поэтому если сегодня говорят, да, мы понимаем, во всей Вселенной это не могло произойти. Но, и у них возникла новая теория, а почему мы думаем, что есть одна Вселенная? Может быть Вселенных бесконечное количество. Называем Малти-юниверс. Огромное количество, бесконечное количество Вселенных. И вот нам повезло, что в нашей Вселенной, нашей Галактике, нашей Солнечной системе, на нашей планете совпали все звезды, сошли все условия, и здесь случайно возникло жизнь. А потом случайно возникло сознание и дальше и дальше. То есть с чем мы ведем? С точки зрения современной естественной научной апологетики, мы можем критиковать атеизм очень успешно. И завтра мы более подробно эти моменты рассмотрим, если позволить время. Потому что я считаю, что те вопросы, которые вы понимали, важные, но особенно для молодежи, которые учатся в университетах, которые сталкиваются с этим таким научным, как бы научным, натуралистическим мировоззрением, вот эти такие насмешки над Творцом, над Богом кажутся убедительными. Но на самом деле сегодня есть очень много фундаментальных ученых, христиан, которые, с точки зрения науки, отвергают вот этот натурализм. В частности, просто к примеру приведу, ученый, который руководил Центром по расшифровке генома человека. Если вы очень верно в Америке, вы помните, что при Билле-Клинтоне этот проект был завершен. Сенсация большая, в течение около десяти лет тысячи ученых работали над расшифровкой генома человека, полностью разобрав человека на уровне формы. И ученый, который руководил всем этим проектом, являлся христианином, это Фрэнсис Холлинс. И он написал книгу «Доказательства Бога аргументы ученого». Она есть даже на русском языке. Который говорит, да, я ученый, но тем не менее я бесконечно убежден, что есть разумный творец, который заложил основания разумности в наш мир, который направлял все процессы, которые были в этом мире, то есть его глубочайшее научное познание, его высочайшая научная репутация совершенно не мешает ему верить личного Бога Христа и Сына. Поэтому это очень интересная тема естественной научной апологетики и в этой теме, в этом направлении христианам есть что сказать. Хорошо. Является ли важной апологетикой, нужна ли она сегодня? есть несколько еврейских текстов, которые для нас служат такими, знаете, путеводными звездами, которые убеждают нас в том, что важно все-таки, чтобы мы были сведущим вопросом апологетики. Самый главный для нас текст, для всех, кто занимается апологетикой, это первое послание Петра, третья глава, тринадцатый, шестнадцатый стихи. Знакомое вот точно место. Да, я думаю, что до первого Петра вы уже в Сибири предочитали. Тут знакомый один, которому подарили Библию, спрашивает, потом, ты до бытия уже не читал? Говорит, читал, но до бытия еще не читал. Я не вернулся дальше. Сминца читаю. И кто сделает вам зло, если вы будете релительными другом? Но если и страдаете за праведность, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и скучаются. И вот дальше с 15 стиха. Господа Бога святитель в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчет от вашего бывания дать ответ. Это слово ответ, это дать ополоту, дать защиту скоростью и благоградением. Имейте добрую совесть, дадите тем, за что восстановят вас к злодею были постыжены корицающие вашу добрую жизнь во Христе. Друзья мои, это очень важный текст, который содержит несколько очень важных мыслей, на которые я хочу сейчас обратить наше внимание. Он объясняет нам, в чем же все-таки в сущности состоит задача положить. Во-первых, он говорит о том, что эта задача относится ко всем верующим. Не к пастору, не к библейскому учителю, не к проповеднику, ко всем верующим. Это задача каждого из нас. Дать отчет о нашем бывании. Быть способным объяснить, почему мы верим в то, что мы верим, почему мы живем так, как мы живем. Пара моментов. Момент нашей веры, момент нашей жизни. Мы должны рассказать, посмотрите, о чем говорит нам апостол Георг. О нашем уповании. И вот сегодняшний день произошел тоже такое, я не знаю, совпадение, несовпадение, почему эти мы не ехали на алясу? Ну, почему не прошлое? Ну, почему не следующее? Ну, может быть, для того, чтобы сейчас это предложило вас. когда сегодня мы с Сергеем поговорим, сколько людей ему в испуге звонят, что делать? Куда держать, как спасаться? Как раз вопрос нашего упования. как мы ведем себя тогда, когда весь мир просится в окрас, да? Когда безработка начинается, когда финансовый кризис, когда природные катастрофы, когда тяжелые болезни и эпидемии, когда разные высоты. Вот в этих условиях очень четко поступают, как вот сегодня мы уже говорили, кто кем не дает. И вот эти условия должны сказать, почему мы уповаем на Бога, почему мы верим, что есть разумный Бог, который нас заботится, который даже если допускает такие события в нашей жизни, которые нас чего-то лишают, все-таки имеют ввиду какую-то высшую цель. Вот мы понимали этот вопрос, да, почему происходят такие события? Одна из причин, потому что Бог, допуская меньшее зло, предохраняет нас от большего зла, да, или допуская меньшее зло, Бог таким образом содействует еще большему добру. Мы можем говорить о сегодняшнем событии как о том, что нам помогает многим людям другим задуматься о Боге в нашем мире, в нашем городе, в нашей стране. То есть мы должны это учиться наше убывание. Следующее, что очень важно, о чем говорит здесь апостол Петр, он говорит о том, что самое убедительное формы апологетики является наша ежедневная жизнь. Самым убедительным аргументом пользы существования Бога является ежедневная святая жизнь верующих людей. И он говорит дважды светите Бога в сердцах ваших. Почитайте Бога. Дальше он говорит имейте добрую зловисть. Даже тем, за что вас возловят их надею, были послышаны порицающие что порицающие в вашей диалоге в вашу добрую жизнь во Христе. И поэтому я говорю, что задача апостолиотики кажется каждому. Не каждый может спорить с профессором биологии и физики. Если у нас нет для этого достаточных знаний, лучше не ввязываться в такую научную дискуссию. Бывает когда верующие дорогие братья говорят я смотрел два семинара я не могу делать я любого академика разложу на алфаве. Не разложишь. Не разложишь. Это так же сказать что я выучил алфавит все пять букв первых выучил. Я могу спорить с любым писателем. Знать пять букв алфавит это хорошо. Но это не достаточно чтобы спорить с академиком. Но в нашей личной жизни каждый из нас на своем уровне может защищать нашу добрую жизнь в России. Доступно каждому из нас. Как успевают. Дома, на работе, в школе, за рулем автомобиля, в банке, в самолете. Каждый раз это очень приоритет. Знаете у меня это не первая ситуация с самолетом. Первый раз я полетел на самолете в Канаду собирать деньги на семинарии. Назад мы возвращались самолетом из Торонто должны были лететь в Рошаду летом. После этого я летом больше никогда не летал. Не одного раза. Хотя уже прошло больше десяти лет. Я говорю моим друзьям если бы хотели меня убить можно было найти более гуманный способ. Но тем не менее мы вылетели я заснул просыпаюсь на то что самолете страшно холодно. Реально холодно. Оказывается сломалась как нам сказали система обогрева самолетов. Я не знаю если дали нам всю правду. Может ли была какая-то частичная разгармитизация. Самолет снизился очень низко летит и летит чтобы совершать аварийную посадку в Исландии и в Рекиархе. В самолете ужасно холодно никто не ходит ничего не объявляет ничего не возит никаких стюрдс люди сидят в ужасе кто там молится со мной девушка из обезы она в ужасном испуге в ужасном испуге холодно все отъявы завернутые летим низко и начинается айсберг Исландия и вот уже над этими айсбергами я уже стал нашчупывать спасательный жилет я знаю что мне это не поможет потому что если я упаду в этой холодной воней прошло 8 максимум 10 минут. Аплодетика в этой ситуации все таки видна разница между людьми которые имеют упование на Бога и которые его и имеют как ведут себя родни и как ведут себя другие вот такие ситуации показывают есть ли у нас вот эта добрая жизнь во Христе если есть у нас у каждого ежедневно будет возможность для аплодетики еще одно о чем он говорит здесь апостол Петру он говорит следующее что это не должность аплодетика это не должность то есть нельзя назначить брата Сергея ответственную за благительную церковь и больше вот этим не занимается нет это образ жизни каждого христианства и последнее о чем мы здесь напоминаем апостол Петр что мы должны убеждать наших врагов тех которые нас засловят обратите внимание скротость и благоволение скротость и благоволение нельзя допускать гнев злость раздражение обиду горечь когда мы свидетельствуем людям и говорим с ними о истинах евангелия знаете в боксе есть одно правило которое говорит что если во время поединка один боксер ударе другого боксера открытой перчаткой крытой рукой он немедленно ему засчитывается поражение немедленно засчитывается поражение и он получает на какое-то время дисквалификацию даже если он сильнее если он выигрывал по очкам до этого удар открытой перчаткой это поражение и дисквалификация друзья мои если мы говорим о христе не с кротостью и не с подозреваемые это вот такой удар открытой перчаткой который нас как свидетелей христовых компрометирует если мы позволяем себе обижать человека оскорблять человека насмехаться над человеком унижать человека может быть есть люди которые на это заслуживают но мы не имеем права такую работу собередствия для нас очень важно быть похожими на Христа на такие всякие каверзные вопросы непростые отвечать скротостью благоговения и упало последнее есть еще целый ряд важных текстов списания которые апостол назвут которые говорят в принципе о том же что мы должны каждый брать для себя задачу защиты христианской веры и христианской жизни очень важное место второе послание Коринфянам 10 глава 4 5 стихи апостол павел говорит оружие благословения нашего не плотское но сильное богом на разрушение твердыни когда мы читаем этот текст мы понимаем что это такой текст для тридцатников прокричать нужно на полицию на дьявольские твердыни разрушить что говорит дальше им то есть божьим оружием что мы делаем не спорягаем замыслы то есть мысли других людей то есть речь идет не только о духовной такой бране чистого а все-таки идет речь о защите веры и всякое превозношение восстающие против чего против познания Божьего то есть речь идет о знании о мысли человека о том что мы называем мировоззрение и пленяем что всякое помышление в восстушении Христа вот задача христианского половета чтобы всякая мысль звонилась перед Христом чтобы в любой сфере культуры в науке в физике в математике в киноискусстве в любой сфере культуры все линялось послушание христианского далее в 1 главе 28 стихе отступают в письме 8 на 28 которого мы проповедуем Христом то есть что делают разумляя всякого человека то есть чем занимается аппарат он разумляет он объясняет он раскрывает глаза дальше научая ему всякой премьерности прежде одно из правил аналогетики звучит следующим образом прежде чем проповедовать нужно сначала научить то есть прежде чем призывать человека к покаянию нужно рассказать ему о Боге о кресте о грехе о спасении первой письме мы уже говорили будьте готовы дать отчет о вашем покупании и последний текст это Эфесианом 4 глава 14 стих Эфесианом 4.14 здесь уже Павел говорит о нашей задаче аппарат и теки как о защите от всяких лже взглядов лже учений лже религий дабы мы не были владельцами колеблющимися и увлекающимися всякими ветром учений лукавства человеку под хитрым искусством обращения есть хитрое искусство обращения есть лукавство людей если мы как христиане знаем во что мы верим и почему мы верим эти обращения не верят нам и паспорт хорошо друзья завтра мы закончим эту в одну и такую широкую делу и попытаемся рассмотреть две большие проблемы это проблема Теллицей то есть наличие зла и странами в нашем мире и проблема атеизма и того как мы как христиане можем очень убедительно отвергать взгляды атеистов мы рассмотрим семь аргументов таких как раз с точки зрения науки пользу бытия Бога они очень простые их можно легко получить и пользоваться ими когда мы разговариваем с теми наук доказала что Бога нет не доказала не доказала но мы вообще не можем доказать есть Бог или нет это не вео власти потому что Бог это не предмет нашего мира когда-то еще в советское время был такой союз воинствующих безбожников 30-е годы прошлого века и когда возник этот союз у них была такая частушка что красные авиаторы по нему летали и Бога не летали и когда уже Гагарин был в космос он прилетел и говорит что я не видел Бога нет Бога нигде вижу Гагарин посмотрел только один иллюминатор потом другой иллюминатор нет Бога нигде когда об этом услышал Туай Рюис он сказал следующее послушайте внимательно у Гагарина были такие же шансы увидеть Бога в космосе как у Гаммита на чердаке своего дома встретить Шекспира а теперь давайте расхочем эту мысль Гаммит это тот умный персонаж пьесы созданной великим драматургом Шекспиром Шекспир сам не присутствует в своих пьесах правда если бы он захотел он мог он не присутствует там но то что эти пьесы есть то что они такие красивые гениальные говорит что у них есть великий драматург который их создал и Гагарин не осознёт этого что всё это величие мира в котором он присутствует эта драма вселенная которую он мог нам туда говорить о величии великого драматурга дворца поэта а дворец повреческий поэт так буквально и будет поэт который всё это создал и то что он этого не увидел ничего удивительного этого нет потому что Бог не часть созданного им мира Бог не часть созданного им произведения там же как Шеспир не часть своих пес в них в пьесах Шеспира отразился план в нашем физическом мире отразилась внутренность Божьего самовыщества сознания но Бог это не объект этого мира который можно взвесить измерить и решить есть он или нет поэтому наука не способна ни доказать бытие Бога ни доказать того что Бога нет но мы будем говорить о том что современные научные знания берут нам больше оснований верить в то что есть разумный творец чем верить в то что вселенная возникла случайно хорошо друзья я думаю что на этом мы сегодня остановимся субтитры